Граф Петр Семенович Салтыков, 26 декабря 1772 года, главнокомандующий русской армии в 1759-60 годах, генерал-фельдмаршал, с чьим именем связаны наиболее крупные успехи русской армии в семилетней войне, в 1763-71 годах, московский главнокомандующий, владелец подмосковной усадьбы Марфина. Биография представителей разветвленного рода Салтыковых родился в селе Никольском, к юго-западу от озера Неро, сын генерала Аншефес, а Салтыковой Феклой Яковлевны Волынской. В 1714 году, во время правления Петра Великого, Салтыков был зачислен на службу в гвардию и отправлен во Францию для изучения морского дела, однако расположение к этому, по-видимому, не чувствовал, ибо, вернувшись в Россию и не думал служить во флоте. Императрица Анна Иоанновна по матери Салтыкова охотно продвигала по службе даже дальних родственников. Она была благодарна жене Петра Семеновича за то, что в 1730 году она приложила руку к провалу замыслов верховников. Капитан гвардии был причислен к ее двору в чине действительного коммергера и в 1732 году вместе с отцом получил титул графа. В 1734 году генерал-майор Салтыков возглавил часть армии под командованием фельдмаршала Миниха в новой войне, целью которой было свержение с польского трона Станислава Лещинского. Вступление на престол Елизаветы Петровны повлекло за собой удаление Салтыковых из столицы. Петр Семенович, находившийся в день переворота во дворце в качестве дежурного генерала-детанта, был взят под стражу. Приведен пред вновь вошедшую императрицу и пал к ней на колени, после чего был прощен. В 1742 году Салтыков сражался на фронте русско-шведской войны под командованием генералов Кейта и Ласси. За свои боевые заслуги он получил в награду золотую шпагу с бриллиантами. После окончания войны со Швецией Салтыков получил назначение командиром Псковской дивизии, дислоцировавшейся на украинских землях. Получив звание генерал-аншефа, в 1756 году был переведен в столицу Российской империи, Санкт-Петербург, командиром Шуваловского корпуса. Семилетняя война В Семилетней войне Российская империя выступала союзницей Франции и Австрии. Главным противником России в этой войне была Пруссия, армия которой возглавлял лично король Фридрих II. Однако период этой войны с 1757 по 1758 год был не слишком успешным для российской армии, особенно после кровавой первой победы русских войск над армией Фридриха при Царндорфе. Неэффективность действий и падение авторитета главнокомандующего русскими войсками Фермура привели к тому, что императрица Елизавета отправила его в отставку, заменил его на этом посту. Салтыков назначение состоялось в 1759 году. Андрей Тимофеевич Болотов вспоминал о его прибытии в армию. Тем не менее 60-летний ветеран с большими познаниями в военной стратегии, последовательной в своих действиях и со значительным боевым опытом доставил немало неприятностей прусскому королю. Новый командующий имел приказ координировать свои действия с австрийцами во время кампании против прусской армии. По этой причине он двинул свои войска по направлению к реке Адер. Чтобы соединиться с ними, прусский генерал Ведель в это время активно атаковал русские войска с целью перекрыть им путь во время марша. Однако отлаженная система разведки в русских войсках наряду с полководческим талантом Салтыкова помогла им избежать опасности и постоянно ставила. Веделя в крайне неблагоприятной позиции для атаки, при этом численно русские имели превосходство над войсками Веделя. Русский генерал, однако, решил атаковать русские войска. 12 июля около села Пальцик Салтыков в этом сражении поставил войска отрядами в две линии, разместив их на вершине и приказав из этого положения начать массированный обстрел находящихся ниже пруссаков. Русская пехота была поддержана залпами артиллерии, в том числе пушками-единорогами. Способными стрелять выше голов солдат своих войск и наносившими страшный урон находившимся в невыгодном положении прусским солдатам. Несмотря на тяжелые потери, однако, пруссаки попытались предпринять штыковую атаку, имевшую целью прорвать линию противника. Русские быстро отреагировали на этот порыв массированным артиллерийским огнем и штыковой атакой тысяч солдат пехоты. Подобный ответный натиск обрушил атаку сил видели. Не упуская представившейся возможности, войска Салтыкова перешли в мощную контратаку, в результате которой в рядах пруссаков, загнанных в ловушку, начался хаос и в результате разгромили вражескую армию. Сражение при Пальциге завершилось полной победой русских войск. По свидетельству Болотова, после победы русские войска Аки, одолевшие неприятеля, ободрились и стали более надеждой полагать на старичка. Уже с приезда своего солдатам полюбившегося, армия Салтыкова продолжила путь к реке Адер и в итоге встретилась там с австрийской армией генерала Эрнста Лаудона. После объединения русско-австрийские войска заняли город Франкфурт на Одере, создав этим прекрасную возможность для австрийского маршала Леопольда Дауна осуществить скоординированную атаку всеми силами союзников на Берлин, чтобы положить конец войне. Однако нерешительность и медлительность Дауна привели к тому, что союзники упустили эту возможность, а Фридрих II тем временем быстро отвел свое войско на север за реку Адер, к северу от Франкфурта на Одере, чтобы отрезать союзникам России и Австрии путь к отступлению и затем атаковать их. Крупнейшая кунерсдорфская баталия произошла 1 августа 1759 года. В этом бою Салтыков намеренно позволил пруссакам атаковать левый фланг, который был защищен пересеченной местностью и мощными укреплениями. И после отражения прусского наступления планировал начать резкое общий контрнаступление, чтобы в итоге разгромить врага. Чего Салтыков не ожидал, так это того, что вторая атака войск Фридриха II произойдет слишком быстро и слишком рано, когда возведение укрепления еще не будет закончено и для левого фланга русских войск будет затруднительно ее выдержать. Тем не менее левый фланг российской армии, находившийся под командованием талантливого военачальника Петра Румянцева, продолжал сражаться с большой стойкостью, что привело к катастрофическим потерям во время второй прусской атаки. Измутанные и понесшие тяжелые потери пруссаки вскоре быстро оказались опрокинуты мощной контратакой русской и австрийской кавалерии. И прусская кавалерия в главе с Фридрихом Зейдлицем ничего не смогла ей противопоставить. Командующий Салтыков сделал битву при Кунерсдорфе самым впечатляющим поражением Фридриха II, стоявшим ему потери более чем 25 тысяч солдат, а также множество потерянных пушек и боеприпасов. Прусская армия оказалась фактически рассеяна, после боя в руки русских попала даже шляпа короля. Вместе с тем, однако, русская и австрийская армия тоже понесла существенные потери. В этой битве погибло около 20 тысяч русских солдат и 8 тысяч австрийских, что сделало эту битву одним из самых кровавых эпизодов Семилетней войны. Если для Фридриха II битва при Кунерсдорфе стала настоящей катастрофой, то Салтыкову победа в ней вернула уважение и почет. Командующий за нее был произведен фельдмашал и награжден медалью с надписью «Победителю над пруссаками». Австрийская императрица Мария Терезия преподнесла ему в подарок перстень с бриллиантом и портсигар, инкрустированный бриллиантами. Тем не менее, фельдмашал смиренно ответил, что в действительности победа при Кунерсдорфе была заслугой русских офицеров и солдат, находившихся под его командованием. И победа российского оружия состоялась благодаря прекрасным офицерам, кавалеристам и храбрости солдат. Однако победы при Кунерсдорфе было недостаточно, чтобы русско-австрийская коалиция достигла окончательной победы. Отсутствие последовательности в действиях коалиции, а также противоречившие один другому приказы, поступавшие из Вены и Санкт-Петербурга, фактически свели все достижения Салтыкова и Лаудона на нет. Австрийские военачальники неохотно шли на контакты с русской армией, опасаясь, что России может достаться вся слава после победы в войне. Во время боевых действий в районе Померании вся тяжесть боев легла фактически на плечи солдат Салтыкова, так как маршал Даун во время каждой из атак всячески уклонялся от необходимости координирования действий с русскими. Несогласованность и медлительность армии русской и австрийской коалиции давали прусскому королю отличную возможность действовать. При Дреху II удалось быстро реорганизовать свою армию и восстановить снабжение прусской армии. В итоге боевые действия возобновились. Уже 28 сентября 1760 года генералу Курту Татлебену удалось войти в Берлин. Однако вскоре его корпус вместе с войсками генерал-поручика Захара Чернышева и австрийского генерала Лася отступили из города, чтобы соединиться с армией Салтыкова. Когда стало известно о перемещении к Берлину сил Фридриха, Салтыков испытывал в связи со сложившейся ситуацией большее разочарование. Из-за необходимости согласования между собой различных приказов, поступавших из Санкт-Петербурга и Вены, он оказался фактически не в состоянии своими силами организовать решительное наступление, которым мог бы разгромить Фридриха II. Оказавшись в клубке сложных дипломатических интриг, Салтыков под предлогом обострения грудной болезни по собственному прошению сдал команду обратно Фермору и в конце 1760 года отбыл в Познань. Деятельность Салтыкова во время Семилетней войны великий князь Николай Михайлович прокомментировал следующим образом управление Москвой. В течение некоторого периода времени жизнь бывшего главнокомандующего протекала спокойно. Император Петр III, зашедший на престол в 1762 году, официально завершил войну с Пруссией. При новом императоре Салтыков оставался в бездействии. Екатерина II в 1763 году восстановила старого фельдмаршала на службе, наградив золотой шпагой, инкрустированной бриллиантами. В 1764 году Салтыков получил назначение сенатором и московским генерал-губернатором. Он возглавлял московскую дивизию и являлся лицом, ответственным за сенатскую контору города. Период нахождения Салтыкова на посту градоначальника отмечен позитивными изменениями в жизни Москвы. При нем было открыто множество новых почтовых отделений. Проведена реконструкция Головинского и Коломенского дворцов. Был также капитально отремонтирован, имевший до того множество повреждений мост через Москву-реку. Отремонтирована оружейная палата и рассыпавшаяся от ветхости Белогородская стена. Ускорено получение строительных материалов для возведения воспитательного дома. В апреле 1764 года Салтыков доложил в Санкт-Петербург об открытии московского воспитательного дома. Стремясь обеспечить жителей города достаточным количеством пищи, он также снял запрет на ввоз хлеба и регулировал деятельность частных хлебопекарен. Он также ужесточил ввоз вина в Москву и стремился искоренить азартные игры. В 1765 году Салтыков участвовал в инициированной императрице якции сжигания вредных для общества книг. Однако, когда в 1771 году в Москве вспыхнула эпидемия чумы, огромное число помещиков, чиновников и купцов попытались покинуть город. Распространение заразы, волнение в народе, отсутствие войска и неодобрение предварей мер, принимаемых фельдмаршалом. Удручающие подействовали на Салтыкова и он уехал в свою подмосковную село Марфино. На следующий день разразился чумной бунт, сопровождавшийся убийством архиепископа Амвросия. И хотя Салтыков поспешил вернуться в Москву, императрица уволила его 13 ноября в отставку. Смущенный и пристаженный Салтыков через год скончался в возрасте 75 лет. Похороны фельдмаршала прошли довольно незаметно. Московское начальство забыло даже оказать умершему должные воинские почести, пока граф П. Ипанин, оппозиционно настроенный к Екатерине, не приехал Марфино и сам не встал у гроба на дежурстве с обнаженным палашем. По утверждению М. Пыляева, военачальник, облаченный в парадный мундир, благоговейно склонился над телом покойного фельдмаршала и громко сказал, «До тех пор буду стоять здесь на часах, пока не пришлют почетного караула для смены». Салтыков, как и его сын Иван, был погребен в Спасской церкви села Никольское Ростовского уезда, построенной в 1708 году. В советское время храм был уничтожен. Могилы обоих фельдмаршалов представляют собой яму с кирпичной крошкой по краям, находящуюся посреди кладбища. Семья Салтыков был женат на княжне Просковье Юрьевне Трубецкой, сестре генерал-прокурора Н.Ю Трубецкого. Когда верховники задумали ограничить власть Анны и Анновны, сия жена хитрая нашла способ, быв принадзираемой императрице. Наедине ей записку о начинающихся намерениях сообщить. В знак благодарности при коронации императрица утвердила ее в звании эстад с дамы. А 19 января 1732 года пожаловалась мужем и всей семьей в графское достоинство. С декабря 1741 года стат с дамой императрицы Елизаветы Петровны. С пожалованием портрета в браке имели сына и трех дочерей. Иван Петрович, генерал-фельдмаршал, московский генерал-губернатор, похоронен подле отца. Анастасия Петровна, была замужем за Петром Федоровичем Квашниным Самариным, президентом юстиц коллегии, действительным тайным советником. У них дочь Елизавета Варвара Петровна, была замужем с 1754 года за князем Василием Борисовичем Голицыным. Екатерина Петровна, стат с дама, кавалер ордена святой Екатерины первого класса, была замужем за действительным тайным советником и сенатором графом Андреем Петровичем Шуваловым. Субтитры создавал DimaTorzok